Добрый день всем! Сегодня у нас 20 июня 2023 года. Пришли погулять по каналам. Часто снимала, делала фильм. Четыре года уж тут гуляем, бегаем с Жанлюком. И вот, знаете, хотела вот эту показать трещину в земле. Смотрите, какая здоровая стала. Вот после этого нашего землетрясения, так скажем. Видите, как не было ее. Не видела я, никогда здесь гуляла. Тут иду прямо, и ноги проваливаются. Глубокая, главное, такая, знаете, вот она вот. Вот, смотрите. И она везде на протяжении вот всей этой дороги, она вот идет. Ну, где-то больше, где-то меньше, видите, смотрите. Не было, абсолютно не было ничего. Ой, прямо ноги проваливаются в эту трещину. И вот она где-то больше, где-то глубже. Вон, смотрите. Специально вам решила ее показать, видите. Ну, вот если моя нога вот так, смотрите, туда даже проваливается. У меня достаточно широкие сандалии, и вот проваливаются. Смотрите, прям целая нога туда входит, в эту трещину. Так что вот, как его, как его здесь растрескалось, этот наш учет, так скажем, видите. Вот, везде. Смотрите, какая глупченная. Вон какая там, не знаю, что там. Я даже вставать туда боюсь. И вот так на протяжении их несколько, две, три трещины, они и идут. Вот, я много раз тут снимала, мы тут много раз гуляли, но ничего такого не замечала. А тут прямо растрескалось все везде. Вот я иду, я чувствую под ногами, она такое, знаете, какое-то нестабильное. Какое-то, как бы, мягкое что-то. Как будто бы пустота чувствуется. Вот везде она идет. Где-то меньше, как я уже сказала, где-то больше. А тут еще дожди прошли, ее вообще размыло. Она еще больше становится. Их несколько уже. Смотрите, вот еще одна. Вот еще здесь такая, ну не было. Тут и машины такие, знаете, работали. Трактора ездили. Вот. Жанлюк тоже говорит, я, говорит, не знаю, я ее никогда не замечал раньше. Мы тут сколько гуляли, ничего такого не замечали. А тут прямо вот после этого и появилась. Видите, какая тут хорошая местность прогулочная. Вот тут я змей много видела. Очень много было змей. Кстати, тоже интересно накануне землетрясения. Вот они тут все поволазили. Я где-то слышала, читала, что вроде они тоже чувствуют. Вот так вот. Не знаю, правда, не правда. Как говорится, судить не берусь. Вот везде эта трещина. Вот смотрите, я иду. Везде она растрескала, земля. Тяжелек даже что-то там высматривает. Он тоже, говорит, я ее не замечал. Видите, у нас уже тут все, травку покосили. Что-то тоже немножечко, видимо, трактор проехал, что ли, покосил немножко травку. То прямо змеи в этой траве водились. Тут гулять ходим. Хоть немножко райку побегать. У нас такие дожди сильные идут. Ну, а так тепло, конечно. Градусов 25-то точно есть. Потом вроде последующие снова обещают жару. Так, конечно, хорошо, красиво здесь. Поля с пшеницей. В общем-то, хорошая такая прогулочка у нас. Вот и километры делаем туда-сюда. Смотрите, здесь еще больше стало. Она не была такая здоровая. Вчера, позавчера я гуляла здесь. Не была. Смотрите, еще больше того. Ее раз это, раз, ну, видимо, от дождей размыло. От дождей. Еще одна, смотрите. Тоже, смотрите, какая большая. Камни туда даже проваливаются. В общем, не знаю, что это такое. Он как-то, знаете, как-то бугристый какой-то. Она тут тропинка была всегда такая. А тут какая-то как бугор образовался. Оно, видимо, как-то немножко трансформировалось в какой-то бугри... Вот тут выше, здесь меньше. Вот везде я иду, и вот везде эта трещина прямо по всему вот этому валуну проходит. Вот, что я хотела сказать. А траву нам теперь... Видите, сколько травы. И гулять очень неудобно. И змей много. Дело в том, что запрещают сейчас эту траву срезать здесь. Раньше как бы, ну, в таких местах общественных, в общем, траву убирали. А сейчас, потому что вроде как тут птицы какие-то живут, селятся. И вроде, чтобы их не тревожить, они решили не убирать эту траву. То есть даже у дорог не убирают. Я, конечно, тоже согласна с тем, что птиц тревожить нельзя. Я как бы все это согласна. Но, знаете, едешь по дороге, по вот этим нашим, ну, дорогам, так скажем, и не видно знаков. А? Везде, говорит, эти трещины, говорит, посмотри, везде, говорит. Что это, говорит, такое вообще не знаю. Короче говоря, сейчас проблема в том, что травку не срезают и на дорогах. И не видно знаки. Когда едешь на машине, ты не видишь знаки. Ограничения скорости там, еще какие-то. Это очень-очень плохо, потому что, ну, вы знаете, это, в общем-то, не совсем хорошая такая идея. Все равно нужно, где знаки, там, мне кажется, ну, травку срезать. Потому что она выше, выше знаков. Райко! 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 Что-то унюхала опять, я боюсь, что змея. Райко! Боюсь, что змея, потому что бывает змеи, то... Их тут так много, господи, вода, потому что сырость это еще... В общем, змей много. Ну, вот такие вот у нас тут новости, так скажем, в нашем французском королевстве, регионе Вандея. Если кто-то там хлопает крыльями тоже. Ну, вот так, конечно, чертополох растет, видите, какой. Ну, ладно, до вечера. Вечером постараюсь вам все-таки рассказать что-то. Тем более есть, что для вас и рассказать. Поговорить немножечко. Ну, пока-пока. Спасибо за внимание и до вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok